Работа в джулеве Кло 3D. Приемы работы. Создание склад. Рассмотрим пример формирования драпировки с мягкими складами. Основные детали платья здесь уже сшиты и надеты на манекен. Нам лишь необходимо сверху нашить декоративную драпированную деталь, сформировав на ней склады по модельным линиям. Предварительно нанесенным на деталь в программе конструктор джулеве. Причем необходимо для каждой из склад нанести все три линии, образующие складу. Две крайние линии и линию середины склада. Прежде всего зададим линии сшивания стороны склада и участка, на который она будет заутюжена. Например, выбираем команду свободного сшивания по двум парам точек. Начало, конец одной линии, начало, конец другой линии. Хорошо, если предварительно в программе конструктор эти конечные точки участков были установлены. Теперь задаем швы на страчивание декоративной детали на само изделие по верхнему срезу платья. В команде сшивания по участкам обязательно контролируем направление шва, начало с началом, ориентируясь на направляющую черточку. Если допущена ошибка в направлении шва, нужно перейти в режим редактирования швов, щелкнуть правой клавишей в шов с ошибочным направлением сшивки и в контекстном меню выбрать пункт инвертации, то есть переворота начала шва. Теперь с свободным сшиванием сошьем крайние участки между собой, как бы подвернем край детали. Для формирования склад есть два обязательных условия. Первое, задать угол сгиба склады. Второе, временно усилить жесткость ткани для лучшего сгибания. Удерживая клавишу клавиатуры Shift, указываем те линии склады, которые должны драпироваться ребром наружу, то есть на лицевой стороне ткани будет угол, ребро. Можем назвать это эффектом стрелки брюк. И для этих линий в окне редактора свойств закладки Basic задаем нужный угол сгиба. По умолчанию для линий задан плоский угол в 180 градусов, а для острого с лицевой стороны угла нужно задать угол 0. Теперь, удерживая клавишу Shift, выделяем те линии склады, которые будут внутри склады создавать, как бы внутреннее ребро с лицевой стороны. Можем это для себя назвать эффект перегиба вацкана. Для такого сгиба ткани вводим угол 360 градусов. Так мы выполнили первое условие для склада – задать углы сгиба. Второе условие – усиление жесткости – облегчит процесс сгибания, ведь более жестким материалом легче образовывать заданную форму, чем мягким, вяленьким. Выделяем лекало и в закладке «Материал» находим раздел физических свойств тканей. И в графе «Жесткости» по основе и утку временно, именно временно, увеличим жесткость, например, до 70-80%. В данной модели остался непришитым участок на талии, связывающий декоративную деталь с платин. Сшиваем эти участки. Причем длины участков явно разные, и мы получим эффект при посаживании на резиночку, при сбаривании в области талии. Запускаем процесс одевания, включая режим имитации, и благодаря высокой жесткости и с заданным углом сгиба деталь драпируется определенным образом. Останавливаем процесс. Жесткость теперь нужно уменьшить до исходной величины, чтобы наша деталь как не стояла колом. И вновь включаем команду «Имитация одевания». Ткань обмякла, но склады остались лежать, как задумано. Чтобы драпировка выглядела более реалистично, можем в разделе «Basic» увеличить структурную сетку деталей, то есть более детализировать, проработать структуру с 20 до 10 или 5 сантиметров. Это размер стороны структурных треугольников, из которых и созданы все элементы в 3D, и манекен, и одежда. Правда, работа в программе замедляется, и рекомендуется это делать в конце процесса одевания. Ну и чтобы не видна была темная изнаночная сторона ткани, можем включить режим толстой текстурной поверхности для эффекта двухсторонней визуализации ткани.